Способы улучшить свои приседания Существует немало отличных стратегий того, как можно улучшить свои приседания. Многие из нас, занимаясь по линейной системе, начинают испытывать остановку в развитии. Это происходит, когда мы перестаем менять различные вещи в своей программе, которые могли бы придать новый стимул нашему телу. Есть множество способов работы над приседаниями. Вот тебе 10 путей, которые я считаю наиболее эффективными. Поднимай тяжелые веса. Пытайся выполнить упражнение с весом равным 90% или более от твоего максимума, делая от 3 до 5 подходов по 1-2 повторения. Двигайся быстрее. Попробуй устроить себе скоростные дни. Понизить вес до 50-70% от твоего 1 повторного максимума и выполняй приседания с максимально возможной скоростью. Можешь попытаться выполнить от 8 до 10 подходов по 2-3 повторения 1 раз в неделю. Используй динамические сопротивления. Измени сопротивление в высшей и низшей точке приседания, прицепив к резинке или цепи к штанге. Работай с весом от 50 до 60% от своего максимума. И по тому же принципу, что и с упражнениями на скорость. Повысь свой атлетизм. Стань более взрывным, используя технику тяжелоатлетов, рывок и толчок, и плеометрику. Это поможет тебе улучшить твои характеристики, координацию, ловкость, баланс, мощность и гибкость наряду с силой. Будь взрывным. И взрыв этот должен начинаться с самой нижней точки приседа. Используй для тренировок специальные тумбы и табуреты, чтобы развить мощь в самой нижней точке. Варьируй их высоту и схему тренировок. Совершенствуй свое восстановление. Используй совместно и растяжку, и массаж, и работу с валиком. И хиропрактику. Спи по 8-10 часов в сутки. И ешь чистую натуральную пищу. Используй ледяные ванны. Контрастную терапию. Тепло-холод, чтобы снизить воспаление и улучшить циркуляцию и скорость восстановления тела. Улучшай свою технику. Работай над включением в процессе наиболее мощной части своего тела. Это следующие связки. Ягодичные мышцы, биспс бедра, а также выпрямляющие мышцы спины. Для этого стоит садиться как можно глубже и сохранять свой вес на пятках. Развони коленем в стороны друг от друга, чтобы получить максимально возможную глубину приседания и напряжение в бедрах. Повысь свою гибкость. Приседай ниже точки параллели таза и колен. Но при этом используй разные стойки и расположение грифа штанги. К примеру, попробуй высокое расположение штанги, лежащей на трапеции. И при этом более узкую стойку на ногах. Эта стойка неплохо подходит и для тяжелой атлетики. Затем попробуй более широкую постановку ног и при этом расположи штангу ниже на плечах. Такой вид приседания больше действует на бедра и спину. Ты сам убедишься, что применение разных позиций задействует разные группы мышц и требует от тебя совсем разных видов гибкости. Укрепляй спину. Позвоночный столб это твоя коробка передач, которая и позволяет задействовать максимальное количество энергии при приседаниях. Выпрямляющие мышцы поясничного отдела позвоночника являются едва ли не самой важной группой мышц, которая способна сделать твой кор крепким и позволить тебе безопасно выполнять разные упражнения. Укрепляем мышцы спины с помощью становой тяги. Упражнение на растяжку бедр и специальное упражнение. Переводится как «Доброе утро». Представляет собой серию упражнений, направленных на сгибание-разгибание спины. Гиперэкстенция специального отягощения, расположенного на шее. Кроме того, работай над укреплением верхних мышц спины, делай тягу штанги в наклоне и подтягивание. Тренируй свой пресс. Брюшные мышцы критически важны при создании давления вокруг хребта, а это крайне важно для его поддержки. Качай пресс снегощением, выполняй турецкие подъемы, ходьбу с коромыслом и приседаниями со штангой над головой. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»